Всем привет, всем доброе утро! Вроде как в этом влоге я решила начать подготовку к праздникам, подошла к окну и что я вижу? Но это явно не зима. Ладно, пойду надену серьги в виде снежинок, может поможет настроиться на праздничный лад. Я шучу, но поедем искать новогодний декор и потом покажу вам свои покупки из Икеа, всякое такое. Вот, кстати, тоже наша детская новинка. Это Тома где-то нашел такую магнитную таблицу, очень классная, она с буквами, с цифрами, Захару очень интересно. И я все еще сомневаюсь в том, когда отправлять его в школу, но я вижу, что ему вот реально все это в такой кайф, он уже пишет. И может написать не просто мама, папа, а там папа лучший в мире, да, он в основном пишет о папе. И здесь часы такие, здесь, конечно же, крутятся стрелочки, без понятия, кто производитель. И здесь также есть бумага для того, чтобы что-то там рисовать. Ну, наверное, мне кажется, что ее просто нужно как-то крепить здесь таким образом и писать что-то как бы на таблице. Я это так понимаю. Я не видела коробку, потому что вчера я встречалась с подружкой, и когда приехала, они уже все разложили. И хочу показать вам новые изделия мальчиков. Наши мальчишки уже второй год ходят на дополнительные занятия по керамике. И я из тех мам, которые поощряют интерес детей к чему-либо, но прям силой не заставляю. Если вас удивляет то, что я сейчас сказала, поверьте мне, что таких родителей очень много. И они реализовываются даже как-то посредством детей. Это на самом деле очень печально. Но есть такие дети, которых нужно постоянно как бы к чему-то подталкивать. А попробуй то, попробуй это. Но если Захар говорит, что ему не нравится играть в футбол, я не буду заставлять его ходить на эту секцию. Так вот, я уже показывала вам вот эти машинки и вот эти сердца. Второй Захар куда-то забрал. В общем, не важно. Но я была настолько поражена вот этим осенним композициям. Это сколько души, работы и трепета, всего остального было вложено преподавателям или, не знаю, воспитателям. Вы только посмотрите, сколько здесь различных деталей. И мальчики сразу признали, что со стеклом они не работали. И вот мне так обидно, что учителя и доктора так не ценятся. Не во всех странах, но в большинстве, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это изменилось. Раз у нас началась такая мамская тема, покажу вам еще одну идею. Это флорариум, который сделал Игнаша. Здесь и камни, и какая-то земля. Он не самый аккуратный, но для ребенка очень важно заниматься чем-то таким, прививать любовь к природе. И вообще, когда он что-то приносит домой, и Захарка тоже, понятное дело, им так важно видеть, что родители ими гордятся. И, пожалуйста, не воспринимайте это как какое-то хвастовство. Я просто делюсь с вами своими какими-то идеями. И если ваши детки посещают какие-то интересные курсы, то, пожалуйста, напишите, потому что сейчас такой выбор. Но есть такие интересные занятия, о которых я даже не подозреваю. Поэтому жду ваших комментариев. А теперь поехали в Икеа. Конечно, поход в Икеа у нас никогда не проходит без капучино и вот таких шведских булочек. Малыши их очень любят. Купила две, забираю капучино и идем искать что-то новогоднее. Вот кому нравились досочки в моей кухне, посмотрите, в Икеа тоже есть похожие. Какой шикарный домик. В прошлом году моя подружка подарила нам пряники. В этом году будем складывать. А то как-то не успели. Прошли праздники и уже не актуально было. Малыши, по-моему, уже напеклись всяких там пряников. И мне очень нравятся вот эти вот штучки для перца и соли. Нам очень нравятся игрушки из Икеа. И мойки, которые мы давно хотели купить. Долго не было в наличии. Сейчас взяли и еще такой небольшой наборчик машин. У нас они тоже были, они разбираются, собираются. Я бы сказала даже, что для деток помладше. Вообще очень классные. И паровозики, которые вообще не убиваются. У нас есть несколько наборов. Мы их сочетаем между собой. И мальчишкам очень нравится. Я сама люблю собирать. Вот это самый новый набор, который есть. И здесь какие-то знаки, мосты, домики. Все это можно строить. И очень увлекательно. Детишки любят. Вы не поверите, но реальный повод, из-за которого мы приехали в Икеа. Я сейчас немножко преувеличиваю. Просто холодно. И мы уже не знали, чем заняться. У нас сломался штопор, который служил нам 10 лет. Берем вот этот подороже. У нас был тот, который дешевле. И, в принципе, нас все устраивало, пока он не крякнул. И еще у меня нет вот этой штуки для того, чтобы открывать консервы. Не знаю, куда она подевалась, но после переезда ее нет. Возьму вот эту, которая дешевая. Не помню, я показывала вам или нет. Все ходило, ходило вокруг вот такой банки для лимонада. Если поставить ее где-то на краю стола, открываешь, наливаешь. И очень красиво выглядит. Но Томак сказал, что она бесполезная. Дети ее перевернут. Я как-то так пол-лета облизывалась на ее и так и не купила. Стоит она около 25 долларов, наверное, где-то так. Посмотрим, что есть из новогодней сервировки. Очень красивые формы с сердечками. Можно использовать не только на праздники. Красный цвет. Мне самой красной как-то больше всего нравится. И вот эти формы для тарт довольно большие. Мне нравится поменьше. Если у вас большая семья, или вы сами печете тарты на несколько дней. У нас просто как-то так пару раз поели, и все. Потом приходится выбрасывать. Вот эта формочка очень красивая. Мне очень нравится вот этот сервиз. Он у нас был. И проблема в том, что, во-первых, тарелки слишком бьются. А во-вторых, когда разогреваешь еду в микроволновке, ну, иногда приходится, хочется поскорее что-то там одно разогреть, то еда остается холодной, а тарелка горячая. Ну, нам настолько нравится форма. Девчонки, скажите, где можно купить такие тарелки, кроме еки? Может, где-то есть чуть лучше качества, или даже не знаю, как это назвать. Потому что я склоняюсь к тому, что все равно куплю эти. Вот они как-то идеально нам подходят. Они не снежно-белые, а скорее такие чуть-чуть кремовые. И сейчас появился новый цвет. Но мне не нравится темная посуда. Если вы на диете, кстати, то лучше есть и темные, и квадратные посуды. Ну, так утверждают ученые, что тогда человек съедает меньше. И сейчас появилась вот такая тарелочка. То есть в качестве какого-то такого интересного акцента в сервировке. Ну, я как-то предпочитаю все однотонное. А вот такие же тарелки, как я вам показывала, есть в другом цвете. И есть ромбы, квадратные тоже. Но это мы уже проходили. И всякие там разноцветные. Зачем ты мне открыл сумку? О, как мне нравятся эти полосатые чашки. Белые тоже. Потому что они большие. И вот эти, кстати, кружечки. Они нам очень нравятся, и мы постоянно ими пользуемся. Сейчас появились новые стаканчики для латте. Но для меня это слишком маленький размер. Сейчас в IKEA появились вот такие полки. Нам они не особо нужны. Но вдруг вам пригодится. В которые вы докупаете подносы. Подносы, они есть разные-разные. Однотонность я что-то как-то не вижу. Вот тоже красный новый. Может вам пригодится. Сейчас в моде всякие золотые столовые приборы. И вообще элементы декора. И вот в IKEA можно купить такую мерную ложку для кофе. А вот это зажим. Смотрите, как это выглядит. И вот это, как я понимаю, или для размешивания, или для меда. Надо прочитать. Иногда в IKEA на что ты смотришь и не понимаешь, что это такое. Ну, вообще, чудесно. По-польски я тоже не знала, что это. Иногда встречаются слова, которые мне до сих пор неизвестны. В некоторых сетях IKEA есть вот такие небольшие развлекательные уголки для деток. И сейчас не могу оторвать Захара, чтобы идти дальше. Захарчику нравится. А со второй стороны идти что? А вот просто такой, как бы лабиринт. К сожалению, наши белые полотенца не вечны. Поэтому придется взять еще один новый комплект. И в этот раз мне приглянулся вот такой. Вот эти тоже неплохие. Я всегда беру самые маленькие. Сразу несколько для лица, для рук. Ну, и для нас с мужем. А у деток, обычные детские, не белые. Им белые не нужны. Пусть все будет цветное. А нам возьму такие. Ух ты, смотрите, какие красивые красные. И вот нежно-розовые. Такие же, как я только что взяла. Только в другом цвете. Ой, мне эти даже больше нравятся, честно говоря. Не знаю, не знаю. Теперь девочки, кто видел в инстаграме эти корзинки и хотел их. Они есть в IKEA. Они сделаны из соломы. И, кстати, очень красиво смотрятся цветы. То есть, если горшочек поставить вот в такую корзину, ну, понятное дело, что цветок должен быть довольно большим, то очень красиво смотрится. Помните, я вам говорила, что если вас раздражает, когда свечи припадают пылью, то можно купить вот что-то такое. Смотрится очень стильно. И я видела, что девчонки даже часы хранят, какую-то бижутерию. То есть, вовсе не обязательно сюда ставить именно свечи. Есть в двух размерах. Мне такое не надо, потому что у меня уже слишком много всего. Но мне очень нравится. Так, в прошлый раз мы сюда не дошли, потому что дети закомандовали свое. Но я вернулась, потому что хочется купить упаковочную бумагу. Ну, в общем, помните, в прошлом году у нас были вот такие звезды. Я хочу сказать, что если вы планируете их купить, то это нужно сделать сейчас, иначе там ближе к Новому году их нигде не будет. И у нас, ну, такой небольшой комплекс, и ни у кого их нет. Они так эффектно смотрятся и настолько уютные, очень классные. У нас нет вот такой, это новинка. Но, наверное, мы не будем докупать, потому что у нас достаточно, предостаточно. Вот, и свечи здесь тоже такие золотистые. Ну, я возьму классические. И вот эти свечи, фу, не свечи, а звезды вы можете повесить и поставить. Есть специальные ножки, отдельно докупаются. Еще вот такие красные подсвечники появились в продаже. Деда Мороза. Но как-то у меня есть похожие, но я сказала, какой нужен мне. И вот очень хотела бы такую наволочку, но не встретила ее. Не знаю, плохо смотрела с детьми. Как-то эффективность в моей жизни немного страдает. Ну, то есть мне нужно смотреть за ними и всякое такое. Некогда тут по сторонам все рассматривать. Сегодня только с Игнашиком, и уже хоть что-то вижу правым глазом. Куча цветов. Подсвечники. Вот еще в прошлый раз видела такой декор интересный. То есть можно повесить, можно поставить. Видите, горшочек покупаешь и всякие цветы складываешь туда. И вот в Икеа есть... Идем уже, зайка, идем. Вот в Икеа есть такие готовые букетики. Ну, совсем новогодние. Ну, цвета красивые. Осенние, я бы сказала. Нашли еще новые звезды, но белые мне как-то больше нравятся. Всякие искусственные елочки, но такие бедненькие. Потому что они наоборот больше похожи на настоящие. Я тут ворчу. Но мы покупаем живую елку. Мужа не переубедить. Такие большие подсвечники. Вот издалека кажется, что прям 3D. Снова Деда Мороза поменьше. Тут такая небольшая ярмарка. Как бы всякие праздничные артикулы. Очень красивая руковица, между прочим. Огромная. Для меня даже слишком большая. Так, что здесь? Фартук. Вы мне говорили, чтобы я себе купила. Всякие полотенчики. Что здесь? Подарочная бумага. Вот это мне надо. Мне нравится такая как бы крафтовая. Очень красиво смотрится. Ой, я не проверила, что у меня есть с прошлого года. Я люблю сама упаковывать. Причем так креативно. Увидели с пряничками. Ой, горошек милая. И заверните все, пожалуйста. Есть скатерти. Красные. Полосочку в золотую. Ой, я гладила свою наволочку. Я сначала боялась, что вдруг утюг начнет прилипать. Все нормально. Не знаю, чем они покрывали это все в клетку. Но мне нравятся чисто белые. Вот и серенькие есть. А это что такое? Что это? Типа как украшение. А, вот. Для таких, как я. Кто не понимает, что это. Ну, такие добротные. Знаете, попробую еще разгладить. Искусственные цветы. Вот если вблизи показываешь, то сразу видно, что это что-то непонятное. А издалека вы бы сразу и не поняли. Наверное, я возьму, это будет красиво смотреться на фоне для видео. А вот эти как настоящие. Даже я поверила, что они живые. Вот с красным что-то. Давайте достанем. Не, ну это не такое классное. Шарик симпатичный. Издалека как настоящий. Это вот я прям камеру придвинула. А если его еще чем-то украсить, то вообще... Такой подсвечник. Недорогой. Но я вам абсолютно точно говорю, что он будет давать очень красивый, такой уютный свет. Нам такое надо, не надо. Они, по-моему, сразу в день Валентина сюда завезли. И кроликов на Пасху. Что-то я не совсем понимаю, что они здесь делают. Веночки какие-то такие бедненькие. Гирлянды. Ну, не знаю, не знаю. У меня есть такая маленькая. Есть новое повторение. И сердечки на новый год. Как вам? Нашла такую тарелочку прям новогоднюю-новогоднюю. Ну и потом что, целый год хранить? Конечно, можно где-то использовать, но... Я не знаю, я люблю все более универсальное. Вы себе даже не представляете, какой это кайф вот так просто поставить штатив и камеру у окна и начать снимать. Я тоже скучаю по этим временам. И если вы меня спросите, кто тебе мешает продолжать это делать, Ну, во-первых, мы переехали сюда, и здесь не такое хорошее освещение, как в нашей квартире, где я раньше снимала именно таким образом. И здесь или очень яркое освещение, или так, как сейчас, полутьма. Но я потом посмотрю при обработке этого видео. И скорее всего оставлю его таким сырым, потому что я немножко устала от того, что блогеров загоняют в какие-то рамки, что вот должно быть супер качество, еще что-то там. А мы не с этого начинали, и мне немножко обидно, что блогинг превращается в телевидение. Ну, реально так и есть. И мне так нравилось раньше хранить все покупки в пакетах и все это доставать, показывать. С одной стороны, это тоже классно, когда ты развиваешься, снимаешь с оператором. Но я к этому привыкаю, я что-то там пробую, но мне кажется, что мне хотелось бы снять такое видео, как раньше. Скажите, интересно вам или нет, или это уже прошлый век. И вот я сейчас во время черных выходных, не просто черной пятницы, накупила вещей, которые были в моем списке желаний. Если вам интересно видео такого формата, чтобы я просто села на диване и поделилась с вами своими покупками. Конечно, я все это буду примерять, ну, в таком чисто домашнем формате. Если вы за, то, пожалуйста, поддержите пальчиком вверх. Я буду знать, что такие видео нужны, что вы тоже за то, чтобы хотя бы иногда возвращаться к тому старому формату. Я читаю все сообщения, я прекрасно видела, сколько людей поддержала мою верную зрительницу, которая со мной уже очень давно. И она говорила, что, Оль, ну хочется такого домашнего уюта, мне тоже хочется. Я обещаю, что за это время, вот этих праздников, я обязательно буду снимать побольше влогов. Конечно же, будет влог о нашем Рождестве. И, девчонки, также я не буду скрывать от вас того, что вот этот год, с одной стороны, был таким классным, потому что муж не работал. Но, с другой стороны, я работаю дома. И когда рядом человек, который на постоянном расслабоне, это, ну как бы, знаете, я хотела бы сесть здесь, там, снимать, не только в своей комнате. Но он здесь чем-то там занимался, я не хотела ему мешать. У меня вроде как есть свое пространство. И поэтому, поэтому вот как-то вот немножко все это пошло не в ту степь, куда я планировала. Сейчас он уже вышел на работу. Я считаю, что каждый должен чем-то заниматься. У каждого должно быть свое какое-то занятие. Пусть это будет даже неоплачиваемый труд, но человек должен быть чем-то занят. Иначе, ну вы понимаете, о чем я говорю. Я думаю, что все умеют читать между строк. И я также как-то расскажу вам, где будет муж работать, не в Кракове. Так, теперь давайте, давайте покажу вам, что же я купила. Забыла еще один пакет с новогодними украшениями. Давайте начнем с Икеа. Икеа, как всегда, порадовала. Буду немножко шелестеть. Давайте достану. У меня здесь довольно много пряников. Я купила несколько упаковок и себе, и своей подружке, и также свекрови. И мы будем печь с мальчишками пряники. Но обычно они все съедают это раз. А во-вторых, вот эти уже с дырочками я купила в форме сердечек и в форме вот таких птичек. И когда мы печем пряники, я вся в муке, они тоже, это тесто везде. Я уже представляю, как я буду выковыривать его из нашего суперстильного стола и из нашего пола. Так что ни о каких дырочках в этот момент я не успеваю думать. Просто хочется чем-то заниматься с детьми и как-то проводить с ними время. Не просто там за какими-то обычными привычными делами. У них даже вот этот период предрождественский ассоциируется с тем, что мы печем пряники. И зимой мы тоже это делаем. Как-то вот летом пряники не заходят. Ну, в общем, такие красивые. Будем также украшать сахарной глазурью и вешать на елку. И надеюсь, что в этом году мне также удастся поснимать все вот эти вот моменты. Вы себе не представляете, как интересно мне самой даже пересматривать вот эти видео, которые я снимала давным-давно. Штопор мы уже достали. Он классный, рабочий. Я показывала вам, что я взяла тот подороже. И купили свечи. Сейчас Икеа их перепаковала. Я уже, честно говоря, не помню, сколько свечей было в старом наборе. Но сейчас они продаются в таком формате. И здесь пустое пространство. То есть здесь пять свечей. Вот таких разных форм. И мы иногда ими балуемся. Но я стараюсь покупать такие более здоровые свечи. Такие тоже есть. Дальше взяла вот такие полотенчики, которые будут у нас в кухне. Чисто новогодние, праздничные. И размер у них 50 на 70. Не такие, это и маленькие. И здесь есть специальная петелька. То есть можно их повесить. Класс. Также я взяла набор полотенец. Беленькие, как я и говорила. И пойду возьму новогодний декор, о котором я забыла. Я на месте наконец-то достала свою нарядную наволочку, которую я купила на какой-то огромной распродаже еще в прошлом году. Но хочу вам сказать, что это задает такое классное настроение. Если вы думали, что вот стоит купить на празднике что-то в пайетке, обязательно это сделайте. Как только я достала все это, сразу так, вау, скоро Новый год. Если не смотреть на зеленый газон, то можно в это все поверить. Очень-очень классно. Есть в H&M. И в каком-то там юзке вы обязательно найдете что-то похожее. Так, здесь у меня в пакете покупки из Пепко. Да, купила два вот таких подсвечника. И они вовсе не должны быть дорогими, чтобы давать красивый свет. Туда ставится небольшая свечечка, как можете понять. И свет будет пробиваться сквозь вот эти отверстия. Одну в золоте в мою комнату. И вот этот подсвечник одну. Почему одну? Один в мою комнату. И второй в зал. Дальше гляньте. Это вообще шик. Господи, это недорого, но это так красиво. Особенно, когда уже такая небольшая полутьма. Это звездочка на батарейке. Ее можно повесить. Ну, я купила это для того, чтобы использовать своих каких-то видео. И для того, чтобы работать в такой приятной атмосфере. Тоже недорогая вещь. Я уже сняла с нее ценник, потому что кое-что снимала. Здесь у меня звездочка. Звездочка новогодняя. Просто буду делать небольшой такой как бы новогодний декор. Оказалось, что она разбитая. Вот так, наверное. И красиво будет смотреться. Выключила, то сядет батарейка. И шишки. Вот это можно и даже нужно сделать самим. Я не знаю, почему я об этом не подумала. Но, в общем, это покрашенные шишечки. Просто берете обычные шишки, покупаете краску из баллончика. Где я была раньше. Вот. Цепляете красивую веревочку. Готовое красивое украшение. Все. Может, надо больше таких сделать. У меня здесь несколько штучек. Так. И на этом все. Следующие покупки я покажу вам в отдельном видео. Если вы захотите, в таком формате сделаем так. С косметикой. Да. У меня были косметические хотелки. Кое-что я купила в MAC, в Body Shop. И еще что-то. Из Benefit кое-что купила. Жду еще свой заказ из Mango и из Asos. Ну, а вам решать, в каком виде я это все буду снимать. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.